Дота 2 хаос – это отличное место, чтобы выиграть вещички по доте 2. Здесь есть куча интересных режимов – спинкин, трипл, сундучки, дабл и прочее прочее прочее. А баланс можно пополнять хоть скинами и даже получать бонусы абсолютно на халяву. Ссылочка в описании. Привет ребят, с вами ТОП ДОТА и новый видосик, в котором вы на самом деле узнаете для себя много нового. Так что поставьте на паузу, сходите за чайком и возвращайтесь смотреть. Сходили? Ну, тогда начинаем. Кстати, я уже третий день подряд выпускаю видео и если тут мы наберём жалких, просто ничтожных 2к лайков, то я продолжу в том же духе. Многие из нас любят разные вещицы из доты – арканы, сеты и всё такое. И самыми желанными предметами для многих являются те, которые являются самыми дорогими или одними из самых дорогих. Даже визуальная составляющая тут не так уж и важна, что бы вы ни говорили. Это психология, она так работает. Но мало кто задумывался, почему те или иные вещи имеют определённую цену. Например, ДК Хук. Хуков ведь много, но только этот единственный стоит за 10 тысяч рублей. Что же в нём такого особенного и что его так выделяет? Вот как раз сегодня мы поговорим о тех вещах дотки, с которыми Габен творил какую-то дичь, удалял их, менял им редкость и прочие параметры, что заставляло миллионы школьников судорожно пускать слюну при виде этих пикселей. Ну и начнём давайте сразу же с ДК Хука, раз уж я его уже упомянул. История его начинается летом 2012 года. Тогда были сезонные летние сундуки, из которых можно было выбить кучу разных ништяков, в том числе и тот самый Хук. Однако тогда он был не иммортальным, а ещё мистическим и стоил не так уж много, максимум рублей 300. И вот сезонные сундуки пропали, количество ДК Хуков перестало увеличиваться, однако количество желающих его получить стало только расти из-за взрыва популярности доты. Все пытались получить себе этот айтем и его цена резко подскочила. И потом где-то в феврале 2013 вышла обнова, в которой ДК Хук по ошибке попал в дроп лист вещей из паба, да ещё и с шансом как для обычной мистикал вещи, хотя он совсем не должен ниоткуда дропаться. Комьюнити бомбануло, ведь открывая летние кейсы все рассчитывали на то, что их вещи будут уникальными и никто их достать уже не сможет. Валв всё это увидела, убрала ДК Хук из дроп листа и сделала его иммортал предметом, а как известно имморталки никак не могут дропаться из паба. Все от такого охренели и стали повышать цены и как раз с того момента стоимость Хука доросла до баснословных 10 штук. Такие вот дела. Следующая история у нас не такая хайповая, но я бы сказал куда более интересная. Это история таймбрейкера. Кстати вот в этом видео я его разыгрываю, так что если хотите, то принимайте участие. В общем таймбрейкер. Это имморталочка на войда, которая сейчас стоит около полутора тысяч рублей. Но когда-то это была обычная онкомонка за копейки, а чуть ранее вообще предмет в воркшопе. И что же изменилось спросите вы. В общем как всё было. Как мы знаем, Valve регулярно что-то тырят из мастерской, вводят это в игру и платят авторам проценты с продаж. Так вот, какой-то челик захотел бабок и решил заработать подобным путём. Однако особым талантом он не обладал и поэтому просто нагло спиздил модельку из Айона. Да, это вот самую модельку таймбрейкера, только изменил ей цвет. Это вовсе не оружие войда, это оружие из корейской гринделки чтоб вы знали. Валвовцы во всякие Айона не играют, так что они даже не заметили подвоха и ввели предмет в игру. Но потом они раздуплились, ведь это прямое нарушение авторских прав, что есть серьёзным грехом в штатах. Ну и побежали исправлять ситуацию. Они сами подшаманили модельку, видоизменили её чтоб их не засудили и сделали имморталом. Понятное дело, все обладатели такого раритета сразу поняли что в их руках уже не простая онкомонка за 10 центов, а нечто уникальное, что теперь уже нигде никак не достать. Так его цена и поднялась до каких-то диких значений. Ну и третья вещь о которой мы сегодня поговорим это Альпин сет на Урсу. Его цена на данный момент составляет около 30-40 тысяч рублей. Просто вдумайтесь. Ну а когда-то это был онкомон мусор, который никому не был нужен. А создавался он так. Валв поручили одним челикам нарисовать несколько сетов, самых первых сетов доты 2. Эти челики раньше рисовали предметы для TF2, поэтому Габен был в них уверен. И позже их ещё попросили нарисовать что-то на Урсу. И эти челики, привыкшие рисовать всякие дикие штуки в TF2, выдали вот это. Каким-то непонятным мистическим образом это пропустили в игру, а потом резко вспомнили, что у нас все шмоточки должны подходить по лору, а по лору Урса это медведь, а не ковбой. Так что сет быстренько убрали из всех дроп листов и продаж, а качество изменили на иммортал. Всего в мире существует менее 300 копий этого чуда, а цена одной лишь шляпы это примерно 15-20 тысяч рублей. Ну а что вы думаете насчёт этих вещей? По-прежнему ли они кажутся для вас красивыми или теперь вы считаете по-другому, зная их историю? Лично я всё равно побегал бы с тем же таймбрейкером или альпинсетом, но даже не знаю почему. Ну и не забывайте кстати о конкурсе на тот самый таймбрейкер, вот тут вот прям слева есть видос. На этом всё, оставляйте комменты, подписывайтесь и лукостите, если хотите, удачи и до завтра.